так сразу я готовлю соус бешамель мне для этого нужно пол чайной ложечки у меня десертная ложка мускатного ореха молоко мука и масло масло сразу мы раздаем с мускатным орехом вмешиваем сейчас масло растает будем немножко добавлять муку все вымешать чтобы не было комочков нужно постараться но в любом случае даже если случится такое что надо было мне понемножку случится такое что появятся комочки их можно перетереть через сито нужно все это варить до однородной массы как-то не догадалась и поставить телефон подставочку поэтому 1 руку держу и 1 вымешиваю подбила я немножко вилочкой все это дело чтоб сделать равномерно добавляем 300 миллилитров молока я уже постепенно добавляю молоко должно быть не кипяченое и знаете в разных источниках говорят по-разному кто говорит холодное кто говорит теплое кто горячее но я добавляю холодное молоко просто из пакета пастеризованная главное здесь добиться того чтобы не было комочков чтобы она равномерно все загустело вот у меня есть немножко нужно хорошо вымесить потому что соус это должен быть гладким доводим его то загустение значит у меня здесь было 50 грамм муки 50 грамм масла 300 миллилитров молока и пол чайной ложечки мускатного ореха собственно он делает весь соус бешамель да еще сюда кладем соль по вкусу но я вот такой вот щепотку вожу даже еще немножко можно все дальше помешиваем нужно его сварить до загустения это будет я не знаю минут наверно 5-7 вот так вот при постоянном помешивании подварить его нужно немножечко так теперь будем баланье соус готовить сливочное масло я смешиваю с оливковым сливочное масло придаст такой молочный привкус так что я его добавляю обязательно и оливковые добавляю сразу лук лук нужно мелко-мелко нарезать чтобы практически было незаметно чтобы он стал прозрачным так морковку я не тру на терке я ее режу тоже кубиком так же как и лучок все это нужно спассировать хорошо потом будем добавлять следующие ингредиенты здесь у меня лучок с морковкой пассируется сливочное оливковое масло на сливочном оливковом масле и теперь мне нужно отварить немножко теста вот такой вот он у меня написано что по желанию можно отварить минутку вот это вот тесто но поскольку оно из твердых сортов пшеницы я все-таки отварю и для того чтобы они мне посклеивались между собой я добавлю немножко растительного масла в тесто и все и буду их по одной штучке отправлять и сейчас их отварим следующий листочек такое тесто очень удобно покупать не готовить тем более что нужно готова переложила я все таки пошире кастрюльку не совсем там удобно так положила крест на крест но они не должны послепаться потому что масло там есть буквально две минутки и все их вытащу смотрите какой он стал лучок и морковка теперь можно добавлять фарш у меня свиноговяжий грамм 600 добавляем распределяем хорошо вместе с зажарочкой поджарочкой и сразу можно сюда добавить соус солим перчим пусть она еще потомится минут десять даже 15 готова наша мясная и овощная заправка баланья соус выключаем смотрите форма у меня к сожалению здесь нет прямоугольный но лучше конечно прямоугольная соус бешемель на дно потом я выложила листочки тесто теперь следующий слой у нас так снова бешемель теперь сыр сыр у меня российский но сюда по моему нужен пармезан пармезан сыр чтобы вообще уже настоящая была лазанья но у меня российский в общем это смотрите уже каждого дела вкуса дальше опять накрываем и все это листочками кстати я пожалела что немножко их отварила лучше бы я в духовке больше их подержал я с ней наморочилась с этими листьями некоторые все-таки прихватились сейчас одну минуточку то между собой все-таки взялись поэтому лучше в духовке немножко их подержать или вы выбираете те которые не предлагают отваривать так следующий слой то же самое один соус второй сыр в общем и так все чередуем так вот такая вот получилась лазанья меня можно было больше фарша получилось половинка только мы ничего на 20 минут 200 градусов даже можно немножко больше все смотрите спеклась какая красота лазаньи сейчас разрежу покажу кусочек в разрезе